Здравствуйте! Вы смотрите программу «Открытый диалог». Как всегда в нашей студии актуальные темы, интересные гости, которым есть что вам рассказать. И сегодня с нами Евгения Маргун, заместитель начальника инспекции Федеральной налоговой службы России номер 17 по Московской области. Так, начнем с темпов поступления имущественных налогов. Вот каковы они за последнее время? Платят ли люди налоги? Темпы поступления в текущем году на небольшую долю превышают предыдущие поступления. Более всего заметен существенный рост поступлений именно по транспортному налогу физических лиц. Проведя анализ, мы сделали вывод, что связано это прежде всего с тем, что налогоплательщики стали не только активно исполнять обязанность по уплате, которая установлена в законодательстве, но и гасить задолженность, если вдруг таковая образовалась. Налогоплательщиками за первое полугодие 2017 года погашено транспортного налога около 150 миллионов рублей за должность предыдущего периода. Связано это с тем, что активно в текущем периоде, а также в прошлом году, мы работали со службой судебных приставов по взысканию указанной задолженности, с мировыми судьями, составляли заявление о выдаче судебного приказа по тем транспортным налогам, которые не были погашены. В эту же группу налогов входит и земельный налог, и налог на имущество, где также заметен на сегодняшний момент рост поступлений по данным категориям налогов. Если говорить об имущественном налоге, в прошлом году изменился способ счета по кадастровой, по реальной стоимости теперь считаются налоги. Получается, сам налог вырос существенно. Сказалось ли это как-то на темпах сбора? Однозначно сказать, что кадастровая стоимость повлияла на значительный рост нельзя, поскольку законодатель дал возможность этот рост обеспечить темпами, нарастающим итогом, в течение пяти лет этот налог будет увеличиваться. То есть для налогоплательщика это единовременно, единоразово, не будет так заметно. А в некоторых случаях наблюдается и снижение налога от кадастровой стоимости по сравнению от исчисленного налога от инвентаризационной стоимости. Действительно, такой закон вступил в силу. Мы сегодня, для нас это уже не новелла, для нас это уже рядовые будни. Налогоплательщикам исчисляем этот налог уже год. В этом году единственное изменение, которое коснется налога на имущество, это тот самый коэффициент. Если в прошлом году он понижающий был 0,2, верно, то в этом году этот коэффициент составит уже величину 0,4. Соответственно, он возрастет, но не настолько. С чем еще связан рост поступления? Это прежде всего с тем, что ранее кадастровые стоимости мы не начисляли. И эту стоимость нам сегодня присылают органы Росреестра. До этого информацию о начисленном налоге, для исчисления налога мы использовали информацию органов БТИ, это та самая инвентаризационная стоимость, а также сведения из Росреестра о праве собственности. И, к сожалению, на сегодня можно сказать, что когда это все в одних руках в Росреестре, и право владения, и стоимость этого владения, это все приходит единовременно, и, соответственно, мы обладаем всей информацией сразу, мы можем начислить налог. Ранее это было, из одного органа приходила стоимость, из другого органа приходило право, соответственно, не всегда они состыковывались. В связи с этим были некие налоговые потери. Сегодня эти потери минимизировались, за счет этого и возросли поступления по налогу на имущество. Напомните, пожалуйста, еще раз, в чем же социальная значимость имущественных налогов и налогов на доходы? Вот для нашим, для Люберец, для муниципалитета? Ну, прежде всего, конечно, в 57-й статье на Конституции Российской Федерации прописано, что каждый гражданин обязан уплачивать законом установленные налоги. Имущественные налоги – это те налоги, которые уплачивают все физические лица, именно имущественные налоги физических лиц, и налог на доходы физлиц. Это те основные налоги, которые уплачивают все мы, собственники, либо мы, граждане, получившие доход от той или иной деятельности. Ну, а социальную значимость, наверное, не мне нужно рассказывать, поскольку я лишь контрольщик, и лишь тот орган, который должна контролировать именно сбор налогов, и думать постоянно о том, чтобы бюджет был пополнен. Конечно же, это и все социальные программы, которые проходят не только на федеральном, региональных, но и на местных уровнях. Это и зарплаты бюджетникам, это и различные дотации, пособия, субсидии и прочие социально значимые программы, которые государство для наших налогоплательщиков реализует. Евгения Сергеевна, у нас тут вопросы задают на сайте. Вот Дмитрий спрашивает, как получить налоговый вычет по ипотечному кредиту? Квартированный приобрели в 2015 году. И спрашивает, можно ли сделать так, чтобы во время возврата с меня не удерживали 13% подоходного налога? Мне сказали, что можно еще получить возврат налогового вычета с банковских процентов, поэтому не вернут только за 2017 год, а за 2015 и 2016 тоже можно вернуть. Имущественным вычетом имеют право воспользоваться граждане, которые приобрели недвижимое имущество, именно жилое, либо земельный участок в собственности. Для получения вычета необходимо соблюдение двух основных условий. Первое – это право на квартиру, либо на жилой дом, либо на долю в этих объектах было передано. Но ипотеки это тоже касается? Ипотека – это первичный рынок, это мы отсчитываем право от акта приемки передачи. То есть когда дом был сдан в эксплуатацию, налогоплательщику был застройщиком передан акт, ключи те самые, и на основании акта можно оформлять свое право. Вот есть акт о передаче квартиры в вашу собственность. И второе условие – это оплата этой квартиры. То есть два условия. Как только они соблюдены, в какой год они были соблюдены, то мы, соответственно, имеем право, налогоплательщики имеют право подавать декларацию, а мы имеем право возвращать. Поэтому, если мы вернемся к нашему вопросу, очень важно понимание, когда не конкретизировал вопрос. Я не сказала, что приобрели в 2015 году. Если приобрели, то будем считать, что это ипотека 2015 года. Соответственно, да, ипотеку платят за 16-17 и последующие периоды. Были начислены проценты, соответственно, ипотечный кредит и так далее. Вычетом налогоплательщик имеет право пользоваться с 2015 года. То есть у него это возможно? Возможно. Просто единственное, но в чем вопрос, я думаю, у налогоплательщика возник, пока он не воспользуется полным вычетом с 2 миллионов рублей, все уплаченные проценты будут переходящим остатком уходить на следующий налоговый период. И как только он воспользуется основным имущественным вычетом, он будет пользоваться вычетом на проценты, уплаченные припотечному кредиту. Вот продолжая вопрос вдогонку, вот с каких видов услуг можно еще получить вычет налогов? Вот у нас тут Алифтина тоже задавала вопрос на сайте. Она спрашивает про, помимо социальных и имущественных налоговых вычетов, есть еще профессиональный налоговый вычет. Вот тоже, что это такое и как его можно получить, на каких условиях? Про профессиональный налоговый вычет нам говорит 221-я статья Налогового кодекса. Там идет четкая градация физических лиц и вообще налогоплательщиков, которые этим вычетом имеют право воспользоваться. Прежде всего, это, конечно же, индивидуальные предприниматели или лица, зарегистрированные в качестве предпринимателей, или частные нотариусы и адвокаты. То есть лица, осуществляющие профессиональную частную практику. Кроме того, это могут воспользоваться указанным вычетом физические лица по договорам гражданского правового характера. Но эти документы, эти вычеты обязательно должны быть документально подтверждены и связаны с профессиональной деятельностью. То есть просто так вычет невозможно получить. Обязательно необходимо документ, на основании чего вы эти расходы хотите заявить, и платежный документ подтверждающий, что вы фактически заплатили, потратили денежные средства на эти расходы. У физических лиц, которые по гражданско-правовым договорам хотят получить вычет, эти самые профессиональные, ему прежде всего, конечно, такому физлицу необходимо обратиться к своему работодателю с заявлением о предоставлении вычета. Но если этот вычет работодателям не был предоставлен, на основании декларации такой платежщик может заявить профессиональный вычет с пакетом документов, подтверждающий понесенные затраты в налоговую инспекцию, и тем самым возместить налог из бюджета, если ранее он был удержан работодателям. Ну что ж, надеюсь, Левтина, Левтине все стало понятно. Продолжаем дальше. Вот проводится декларационная кампания. И в этом году какие вы ее сроки и каковы итоги? Она уже прошла? Да, нормативные сроки подачи налоговой декларации по итогам 2016 года в этом году приходилось на 4 мая. Поэтому на сегодня декларационная кампания закончилась. Мы имеем некие промежуточные уже итоги. Сейчас уже проходят дополнительные мероприятия по побуждению к декларированию доходов физических лиц, в случае, если они не были задекларированы. На сегодняшний момент представлено в нашу инспекцию 22 тысячи налоговых деклараций. Из них около 2 тысяч деклараций к уплате. То есть налогоплательщики исполнили обязанность по исчислению налогов к уплате в бюджет. Сумма по таким декларациям составила порядка 200 миллионов рублей. Однако это не предел. На сегодня есть еще доля 40% предпринимателей, физических лиц, которые не задекларировали полученный доход, с которыми мы на сегодня как раз и работаем. Также, я так понимаю, с мая проводится кампания по массовому расчету имущественных налогов. Каковы основные ее этапы и итоги? Итоги подводить еще рано, поскольку она в самом разгаре, эта кампания. Действительно. Промежуточные итоги, конечно, есть. Однако они еще не настолько сырые, поскольку мы не можем пока вручить налоговые уведомления в адрес налогоплательщиков. Но уже через 3 недели будет произведена массовая рассылка уведомлений, но плательщики смогут исполнить обязанность по уплате в бюджет. Но прежде всего скажу, что в этом году, как и в прошлом году, срок уплаты имущественных налогов не изменился и составляет 1 декабря текущего года. Соответственно, согласно налоговому кодексу, не позднее 36 дней до срока мы обязаны вручить уведомления. Московская область стоит в графике направления уведомлений с 1 августа. Соответственно, мы сейчас активно формируем уведомления. Они сейчас формируются у нас централизованно на федеральном уровне. Формируем уведомления, перенаправляем их на Почту России, где, соответственно, будет массовая рассылка в адрес всех жителей Московской области. Евгения Сергеевна, я предлагаю сейчас прерваться на небольшую рекламу, после которой мы продолжим. Уважаемые телезрители, напоминаю, что вы смотрите программу «Открытый диалог». Никуда не уходите, мы скоро продолжим. Евгения Сергеевна, продолжаем. Каковы сроки уплаты налога на доходы физических лиц в этом году? Срок неизменен. Он установлен налоговым кодексом и составляет 15 июля текущего года. Поскольку 15 июля в этом году пришелся на субботний день, поэтому он передвинулся на ближайший рабочий день, то бишь 17 июля. На этой неделе стек срок уплаты. Соответственно, те платежщики, которые не успели исполнить свою обязанность добровольно и заплатить налог на доходы в сроки, с следующего дня, то есть с 18 июля, извините, начинает начисляться пень, которая составляет 1,3 ставки рефинансирования. Все зависит от того, как долго вы не будете платить налог, и на какую сумму эта задолженность будет начисляться. Вот мне периодически тоже приходят уведомления, где очень небольшие суммы налогов, там 100-200 рублей, тоже может накапать. Ну, если говорить очень, опять же, общий, если к примеру привести, с 10 тысяч где-то в районе 5 рублей в день будет начисляться задолженность по пене. Поэтому все зависит от того, какая у вас сумма. Со 100 рублей значительные суммы пене не набегут, и единственное, но если вы не будете должником, более 50 лет, конечно. Очень постараюсь. Итак, вот сейчас сколько задолжали люберчане налоговой инспекции? Стоит отметить, что по налогу на доходы обязанности очень, наши плательщики очень дисциплинированы. Основная масса 90% оплатили. Есть еще небольшой процент, приходящийся, проходящийся на плательщиков, которые заплатили не по тому адресу. Соответственно, бюджет уже получил деньги, осталось только по назначению эти деньги перевести. А куда направлять? Как это не по тому адресу? Ну, например, заплатили житель Люберец, должен заплатить бюджет города Люберцы. А было оплачено, например, в бюджет, не знаю, города Держинского, допустим. Соответственно, платеж не лег правильно. Теоретически плательщик у нас числится должником, но в течение 30 дней мы такие платежи уточняем, по правильному адресу перенаправляем, и плательщик автоматом становится не должником. Ну и остается еще дельта небольшая, которую мы уже на сегодня даже направили требования по тем задолженностям, которые были сформированы в первом полугодии текущего года. По задолженности, которая сформировалась после 17 июля, еще сроки направления требований не вышли, еще дается время на добровольно погашенные суммы. Они нам из банка поступают на где-то 5-7 сутки. Вот на 10 день мы выставляем требования, и далее вся процедура взыскания задолженности запускается. Именно такая же, в принципе, для всех универсальна эта процедура, как по имущественным налогам, так и по налогу на доходы физических лиц. Вот есть немного в тему у нас также вопросы, поступившие на сайт. Лера спрашивает, скажите, а вы передаете банкам информацию о том, что были задержки по плате налогов? Дело в том, что специального ресурса или какой-то информации с банками специально мы не делимся. Но есть федеральный ресурс, это как ресурс службы судебных приставов, где можно увидеть, какие открыты исполнительные производства у должников. Можно увидеть, кроме того, сейчас даже в 102 статью налогового кодекса налоговые тайны внесены изменения, которые говорят о том, что задолженность на сегодняшний момент уже не является закрытой информацией. Соответственно, любой гражданин, любая организация может посмотреть, кто является должником по тому или иному налогу. Поэтому, возможно, банки пользуются такой информацией. То есть, как бы вы лично, самая налоговая инспекция не передаетесь, не направляетесь. Но, тем не менее, какие меры с вашей стороны применяются должникам? Начиная там с извещения, так и дальше. Что же дальше? Ну, вот как раз сегодня, помимо кампании декларационной, имущественной, проходит и кампания по взысканию задолженности. По тем требованиям, по тем уведомлениям, которые были отправлены в прошлом году, и тем должникам, которые сформировались по итогам 2016 года, сегодня активно формируются заявления о выдаче судебного приказа. Направляются как в адрес налогоплательщика, так и в адрес мировых судей. Результатом направления указанного заявления будет либо погашение добровольно налогоплательщикам задолженности, либо этот вопрос задолженности будет урегулирован налоговым органом путем предоставления льготы, допустим, перерасчета налоговых обязательств в связи с отчуждением имущества, либо будет сформирован мировым судом сам судебный приказ, некий судебный акт, который подлежит обязательному исполнению. Этот судебный акт направляется в органы, в службу судебных приставов, который, в свою очередь, включает все свои механизмы, которые оговорены в федеральном законе об исполнительном производстве, начиная от блокировки счета, где находятся денежные средства, запрет на регистрационные действия на транспортные средства, либо запрет на регдействия по реализации недвижимого имущества. Это ограничение выезда за границу и прочие мероприятия. Ну вот как часто в Люберцах находятся до последней черты, то есть запрет на выезда, например? Не могу сказать, что это частое. Обычно граждане исполняют обязанности или просто беспокоятся о наличии задолженности, не доводя до предела. Но в Люберецком районе были случаи. На нашей практике пять физических лиц мы, к сожалению, и возвратили. Это за предыдущий период, за 2016 год. Это не часто, конечно. Не часто, но очень довольно-таки сегодня перед правительством Московской области стоит важная задача по взысканию в бюджет задолженности и текущих платежей. Поэтому во всех аэропортах, во всех ЖД вокзалах сейчас стоят мобильные офисы, где, соответственно, предоставляется информация либо о задолженности, либо тут же проверяется эта задолженность и выдаются квитанции. Вот да, очень хороший, кстати, момент. Вот если человек по себе собирается улететь на отдых, и он понимает, в аэропорту выясняется, что ему закрыли выезд. То есть вот вы сказали про терминалы, то есть он может узнать об этом. Я сказала не терминал, я сказала специальные офисы. То есть это люди, сотрудники наши. А вот сотрудники ваши находятся в аэропортах. В совместе со службой судебных приставов. Даже так. А вот оплатить человек может прямо там на месте? И как давно эта практика действует? Ну вот с этого года такая практика началась. Кроме того, у нас... И пока просто не было прецедентов. Ну пока по жителям Либерецкого района прецедентов не могу назвать, но знаю, что такие случаи были, о том, что и граждане могут оплатить. Одно но, когда все-таки граждане платят онлайн, как говорится, тут же с мобильного телефона, допустим, или с другого устройства, разблокировать выезд за границу, это небыстрая процедура, поскольку мы должны дождаться денег из казначейства, чтобы они зафиксировались, как погашенная задолгость. А сколько занимает это времени? Если платится с расчетного счета, это 3-5 суток. Если платится извещением у операциониста в банке, это 5-7 суток. То есть все равно какой-то временной лаг он присутствует, к сожалению. И чаще всего, дабы не обращать, опять же, выезд за рубеж, на отдых, лучше заранее побеспокоиться о том, имеется ограничение или не имеется на сайте службы судебных приставов. Вот об этом мы поговорим чуть позже, а пока тоже вопросы от нашего зрителя. Роман спрашивает очень в тему. Скажите, почему так долго снимается запрет на выезд за границу? Есть ли возможность прислать документальное подтверждение уплаты налогов сотруднику? Говорит, уже месяц, месяц ждет получения подтверждения этой информации. А со службой судебных приставов мы работаем электронно. Дабы ускорить вот эту передачу информации, чтобы это сработало онлайн, как говорится, мы, конечно, по просьбе налогоплательщиков выдаем это уточнение судебного приказа в рамках бумажного носителя. Мы направляем в электронном виде приставу тот, соответственно, в своей базе данных аккумулирует эту информацию и вносит соответствующие изменения по своему исполнительному производству. И параллельно, если требует или просит налогоплательщик, мы также на бумаге дублируем выдаем уточнение судебного приказа. Он может оперативно отвести приставу. Пристав онлайн, как говорится, снимет эти все ограничения. То есть от налоговой службы зависит лишь то, чтобы мы получили уплату, выдали уточненный судебный приказ и перенаправили это в службу судебных приставов. Хорошо. Вот вы выше упомянули, я ничего не забываю. Вот вы сказали про структуризацию долга, то есть то, что можно его как-то разбить по частям. Вот что для этого нужно сделать? Единственное, существует у вас такая практика. То есть если долг, если очень большой, человек может его как-то постепенно выплачивать? Или как это работает? В принципе, все сроки уплаты налогов, они установлены. Поэтому если налогоплательщик понимает, что он не сможет к указанному сроку заплатить, он может в волеизъявления каждого платить ту сумму, какую он желает в те промежутки времени, как хочет. Главное, всю сумму заплатить не позднее нормативного срока уплаты. Что касается именно самой вот этой фразы реструктуризации задолженности либо предоставления некоего налогового кредита, то это... Не совсем верно. 64-я статья налогового кодекса. Она нам говорит о том, что там должен быть собран пакет документов определенный. Должно быть написано обоснование, почему вы пользуетесь, хотите пользоваться указанным кредитом. И, к сожалению, к нашему великому налоговую инспекцию территориальной помочь в этом вопросе не сможет. Это решается все на уровне региона. То есть только управление Федеральной налогслужбой по Московской области. Хорошо, Евгения Сергеевна, давайте напоследок. У нас стоит совсем немного времени до конца программы. Поговорим вот как раз-таки о том, что прогресс не остановите. Как налажена связь налоговая с гражданами через интернет и, может, мобильные сервисы и прочее? Какие есть интернет-сервисы? Сегодня их уже 40 у нас. Они все представлены на сайте налог.ру. Самым популярным, самым... Не то, что даже популярным, он очень популярен, это личный кабинет налогоплательщика физического лица. Он позволяет не только подавать налоговую декларацию через личный кабинет, минуя приезда в инспекцию, не только уплачивать налоги, но смотреть задолженность, смотреть, какие обязательства сформированы на текущую дату, смотреть, какие справки о доходах работодатель, как отчитался за вас, где вы работаете. Смотреть... Причем это все происходит по всей Российской Федерации. К личному кабинету можно подключиться в любой инспекции, где вам угодно, где вам удобно. Главное при себе иметь паспорт и сидеть с ВНН, либо его копию. Любой территориальный орган вас подключит, выдаст первичный пароль, с которым вы зайдете на сайт налог.ру. Информация на сайте, после того, как вы войдете, смените пароль, который необходимо сменить в течение 30 дней, в течение трех дней. Через три дня вы полноценно можете пользоваться личным кабинетом. Если вы захотите подать заявление, либо декларацию, заявление о зачете, либо о возврате переплаты, либо декларацию о том самом имущественном вычете, о котором мы выше говорили, необходимо подключить это во вкладке «Профиль» электронную цифровую подпись. Она такая, не требующая выезда в какой-то специальный удостоверяющий центр. Она хранится в облаке, такая очень мобильная, действует она всего год. Через год ее нужно будет возобновлять, и вы сможете также онлайн подавать заявление, минуя приезда в налоговую инспекцию. На сегодняшний момент очень популярен этот сайт. У нас жителей 70 тысяч эльберчан подключилось к этому интернет-сервису. Порядка 10 тысяч уже представлены декларации посредством этого сервиса. Активно сдаются декларации, активно сдаются заявления о возврате через этот сервис, а также интернет-обращения, которые мы получаем от граждан, на которых возникла вопрос онлайн, как говорится. И вы имеете право, возможность задать этот вопрос в инспекцию. Инспекция в течение 20 дней ответит на описанный вами вопрос в обращении. Евгения Сергеевна, ну скажите, пожалуйста, что напоследок вы могли бы пожелать жителям, эльберчанам, налогоплательщикам? У нас 22 июля в эту субботу состоится акция «Отпуск без долгов», которая пройдет в отделении ГИБДД по Люберецкому району, в Малаховке на Касимовском шоссе, дом 3. Все желающие могут прийти, задать вопрос, получить какие-либо консультации либо платежные извещения на оплату задолженности. Это первое. Ну и второе, конечно, получив налоговое уведомление, не ждите, пожалуйста, срок уплаты 1 декабря, а заплатите налог, минуя в дальнейшем начисление пении. Ну и те, кто на сегодня имеет задолженность, просто, наверное, либо придите в инспекцию, задайте вопрос, откуда образовалась задолженность, либо посредством личного кабинета онлайн-обращения, напишите вопрос, мы ответим и пришлем вам квитанцию на погрешение задолженности. Ну что ж, Евгения Сергеевна, спасибо вам большое за теплые пожелания жителям и за интересную беседу. На этом наша программа подошла к концу. Напоминаю, у нас в гостях была Евгения Маргун, заместитель начальника инспекции Федеральной налоговой службы России номер 17 по Московской области. Говорили мы сегодня о налогах. Смотрите нас на сайте. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова